Добрый день, дорогие друзья! Я вновь вас приветствую на своем канале вот таким замечательным солнышком отсвечивая здесь, прямо на балконе уже жара показывает 22 градуса ну, все потому, что солнечная сторона прогревается хорошо сейчас время 12 час я с утра повязала уже хорошенечко покажу сейчас, ставлю кусочек, что мне пришлось распустить вот, и потом ставлю кусочек, что я уже успела перевязать на этот момент там у меня варятся пельмешки сейчас хочу перекусить потому что завтракала и все ой, как красиво, как тепло прям не верится, что на улице февраль месяц у нас уже прям весна-весна, если вы обратили внимание все сухо, абсолютно сухо, ну, конечно, тепло почти около 10 градусов это для зимы очень тепло я здесь постирала постель, да, и она практически уже высохла вот так вот, что значит тепло тень падает вчера соединила квадраты и получается, что начала мерить пока не соединяла ну, как бы я не могла предположить какой размер получится потому что пока не соединишь особенно таким способом непонятно еще как это все будет выглядеть и получается, что на 3 квадрата у меня длиннее вот у меня диван 2,20 получается он у меня в длину и где-то у меня, наверное, получилось 2,50 вот если бы ну, была кровать, да можно было бы оставить было бы, типа, покрывало но мне не нужно такой большой плед или покрывало, да поэтому надо мне 3 квадратика убрать и придется мне распускать вот эти ряды то есть с одной и с другой стороны ну, ничего страшного я, например, не ропчу я же знаю, что ну, жалко, конечно потраченного времени но что поделать кажется, что они маленькие они не такие уж и маленькие квадратики если приближать то не видно будет всей картины ну, в общем вот так как-то у меня я думаю надо ну, вчера вечером уже не стала мерить потому что уже не было сил я вчера опять легла во втором часу вернее уже сегодня вот сейчас уже десятый час я позавтракала и думаю надо померить чтобы понять что мне делать дальше но вообще как бы красивые получились квадратики ну что я все по новой перевязала теперь видите немножко по-другому выглядят квадратики убрала три мотива и получается что у меня тут еще как бы лишнее вот один бы убрать и все но я не буду уже убирать буду вязать дальше я думаю что пойдет такой потому что он по идее вот у меня покрывало же да вот если вот так вот положить да по покрывалу то ну совсем ну так же на один квадратик больше ну не буду я уже убирать пусть будет то что допустим сядет это сто процентов не сядет изделия из кавказской пряжи такие как я вижу они не теряют свой внешний вид они остаются такими же здесь я уже добавила еще и розовый цвет теперь вот дальше будет у меня розовый ну и так буду постепенно вязать сейчас читала ваши комментарии и мне там говорите Ирина довязывайте свои недовязы вы видимо не смотрите мои видео потому что ну я уже не знаю наверное около месяца может недели две я довязываю свои недовязы и помимо этого что-то вот выскочила у меня и новенькое так что я вязала и вяжу и как бы пока у меня есть желание буду вязать а дальше будет видно здесь мне пришла вот такая посылочка которую я вам покажу огромнейшая конечно вам будет интересно что же в ней естественно я все расскажу вам приготовились мои пельмешки достала с морозилки масло не знаю хочется что-то спечь и достала фарш может быть сделаю беляшики ну в общем посмотрю время еще есть так что я думаю до конца этого видео вы увидите что я придумаю у меня обычно все спонтанно в общем я решила сделать несколько беляшей на простом дрожжевом тесте так сейчас я вначале посмотрю что из себя представляет дрожжи достала свой планетарный миксер буду замешивать планетарном миксере вот весь процесс показывать не буду вам а просто так этапами скажем так дрожжи живые я их только размешала да еще не дала постоять но уже видно что шапочка поднимается просеяла муку вот здесь у меня мука не знаю все делаю на глаз но я думаю каждая хозяйка уже примерно знает как и что делает поэтому я могу только сказать какие ингредиенты я использую да вдохновить вас я всегда еще добавляю в тесто немного разрыхлителя знаете долгое время я ну как бы не применяла его а буквально недавно узнала что разрыхлитель добавляется для того чтобы подольше не черствели там пирожки хлеб или еще что-то не знаю правда это или нет но вот как бы применяю вроде да действует а там кто его знает но в общем разрыхлитель я сейчас тоже добавляю на всякий случай сделаю еще муки вот у меня стоит здесь хочу немножко сделать и оставшееся тесто положить в холодильник если допустим там сколько у меня останется фарша тоже сделаю немножко частично его использую на беляши или пирожки я еще не знаю что я буду в духовом шкафу может запиху пироги с мясом пирожки с мясом виднее либо на сковороде пожарю одну сковородочку остальное там может быть сделаю котлетки или еще что-то не знаю через время что-то стрельнет в голову то и сделаю я использую стакан воды поэтому так как у меня частичная вода взята для того чтобы проверить дрожжи но уже можно практически выливать они поднимаются живые поэтому проблемы нет я только для этой цели они у меня уже давненько стоят еще с лета нет или с осени короче я не помню с какого времени они у меня уже поэтому воду я здесь добавила у меня вода комнатной температуры просто стояла в очистителе у меня кувшин который очищает воду да вообще как бы опять же не знаю говорят что лучше не использовать кипяченую воду потому что она как бы уже не живая лучше использовать живую воду взятую вот из-под крана там или там ну у кого какая вода да и использовать именно ее так как она типа живая не знаю ой упал кусочек от яйца одно яйцо я добавляю сюда так ну что ты кусочек вытянула затем чайную ложку или даже можно больше парочку добавлю ложечек масла подсолнечного на моем канале есть мастер классы по тому как я делаю дрожжевое тесто и тесто на кефире кулинарная страничка плейлистах в конце этого видео я оставлю живую аватарку на мою кулинарную страничку вы сможете пройти посмотреть там рецептики если кто захочет вот сюда же я теперь вылью то что у меня здесь стояло подымалось добавила две чайных ложки без горки дрожжей сухих на пол стакана получается добавляю пока что немного муки чтобы это все хорошо размешалось соли чайную ложку я добавила не помню я сказала об этом или нет разрыхлитель у меня половина упаковочки здесь вот такая у меня упаковка я даже не знаю сколько 10 грамм значит 5 грамм потому что я уже использовала ранее ну и теперь включу мой миксер да и все это буду замешивать я до ну что тесточка вот такое получилось вообще не до конца еще вымешано но я немного вымешиваю еще руками на столе а Продолжение следует... Здесь у меня лук, чеснок. Так хорошо здесь две с половиной луковицы. Половинку луковицы я использовала на пельмени. Две луковицы и половинку сюда. И чесночок, три зубчика сюда добавила. Вот так все порезано. Само то, что надо для фарша. Чесночок я использовала вот такой. Не знаю, тот, что Галина Евгений мне присылала. Не Галина Евгений, Галина с канала Галина Евгений. Мне присылала чесночок. Я поделилась с Наташей. А Наташа его садила у себя в саду. Но я не знаю, этот чеснок она мне присылала или дала. Пролежал он всю зиму. Хороший чесночок. У нас уже февраль. В холодильнике лежит. Нормально себя чувствует. Так что это не тот чеснок, который в магазине. Китайский там вроде как говорят. Купишь его, принесешь. Он буквально неделю в холодильнике полежал. И становится как труха почему-то. Я не знаю, по какой причине это происходит. У меня там еще одна головка, по-моему, осталась. Как раз мне хватит. А там уже и новый начнется. Урожай. Я не так часто использую этот чеснок. Ну, я имею в виду то, что я готовлю не так часто котлеты там или еще что-то. Тесто у меня практически готово. Видите, какое оно там пузырчатое. Я решила, что я сделаю в духовом шкафу либо мясных шанишек, да, либо самсу. Потому что я вот когда последний раз ходила, показывала на своем канале. Что-то соли никак не возьму, как надо. За хлебушком вот чесночный брала и овсяный, да. Вот с того момента я больше и не ходила в магазин, не покупала, поэтому частично там пару, может, булочек поставлю, приготовлю для того, чтобы на бутерброд можно было завтра утром. Ну, видно будет. В общем, вот так вот сейчас все это перемешаю. Дам постоять. Не буду уже в этом видео показывать, что приготовила. Завтра на своем канале покажу. Я еще провязала полностью по кругу розовым на своем пледе. Что сегодня свяжу, не знаю. Получится у меня рано лечь спать. Не получится, до которого часа там я буду вязать. Не знаю, видно будет. Ой, такие запахи просто прелесть. Взял бы то и сырое мясо, ел бы так вкусно пахнет. Я не буду добавлять сюда больше жидкости. Пусть сколько есть, только есть. Останется мяско, я может быть котлетку какую-то зажарю. Видно будет. В общем, дорогие друзья, на этой ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам вкусного, прекрасного вечера. Я недавно смотрела видео и в комментариях там был один комментарий, в котором было написано. Надевайте на себя счастье. Оно никогда не выходит из моды. Так что, дорогие мои, одевайте на себя счастье, здоровья вам, всего самого наилучшего, того, чего вы себе желаете, добра, легких петелек, если вы вязали. Ну, а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.